Друзья, всем привет! И сегодня отвечаю на вопрос, как научиться красиво и грамотно рисовать. Дело в том, что многие думают, что это довольно-таки легко, поэтому не уделяют рисунку, живописи, композиции достаточного внимания. Что все не так просто. Очень редко, когда человек с гениальным даром ждается сразу. Ну, то есть, есть, конечно, такие личности, которые без всяких усилий, просто благодаря тому, что они рисуют, создают поистине крутые рисунки и ими восхищаются все. Но в большинстве случаев это тяжелый, долгий процесс. Чтобы прийти к рисованию того же портрета, нужно изучить множество основ. Не получится так взять, съесть и нарисовать. Можно, конечно, пойти на месячный курс, можно там пойти в школы, но, тем не менее, вот эта вот база, которая закладывается в художественном образовании, она просто так не дается. Нужно очень много работать, нужно очень много рисовать. И только с этим пониманием вы чего-то добьетесь. Дело в том, что многие ходят в художественные школы, не уделяют внимания домашней работе, там, периодически пропускают занятия, и все это потом сказывается на результате. То есть, чтобы стать художником, нужно пройти через это, через самим пройти, не просто там вот, что да, вот когда-нибудь я буду рисовать больше. Меня порой спрашивают, да, вы всегда умели рисовать, все нормально. Я говорю, ничего подобного. У меня также был вот первый рисунок, где там было три маска цвета. Мой первый набросок фигуры человека, там такая палочка ровненькая стоит. Вот, то есть, все приходит с опытом. Рисовать, рисовать и рисовать. Не забывайте подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии. Иллюзия, что нарисовать портрет можно пройти только, там, основы рисования телепа, потом порисовать гипсы, и вот, наконец-то, я начну рисовать человек. Нет, нужно изучить, как рисуется вообще сначала шар, прежде чем нарисовать голову человек. И в том, что некоторые уже тормозятся над тем, как рисовать шарик, как рисовать кубик, а голова человека, это, собственно, сумма этих всех геометрических тел. И здесь надо как раз-таки сначала освоить азы, а потом уже переходить более сложно. А важный момент, многие говорят, а зачем рисовать что-то другое, кроме портрета, если я не планирую рисовать что-то другое, кроме портрета. Дело в том, что рисуя пейзаж, даже, да, к портрету, как это относится, А в пейзаже мы познаем цветопередачу, колорит, состояние, которое, естественно, прямым образом влияет на цветовую передачу в портрете. Рисуя натюрморт, мы смотрим, как на предметах передается свет и тень. Мы учимся рисовать простейшие формы, и только потом уже переходим сложно. Рисуя творческие картины, композиции, то сразу уже будет чувствоваться характер, творческое начало в портрете. Не нужно просто копировать человека, которого вы рисуете, нужно его прочувствовать, передать его характер, передать его настроение, выявить основные качества. Вот это будет, да, настоящий красивый портрет. У меня тоже были первые рисунки, там, два-три мазка, и вот картина, которая позади меня, это уже картина прошлого года, собственно, одна из творческих, да, которые вот показывают уже, как человек научился рисовать. Многие говорят, а зачем рисовать так много, там, набросков, этюдов, еще чего-то. Дело в том, что это то самое, что тренирует вас. То, что вы начинаете копировать, то, что вы начинаете дублировать, да, вот это все изучать, это и есть тренажер вашего глаза. То есть, ну, когда вы ходите в спортзал, вы же бегаете, да, чтобы там мышцы нарастить, чтобы выносливость лучше стала. Так, а здесь то же самое. Вы тренируетесь, вы нарабатываете свой глазомерчик, и потом уже вам будет гораздо легче или вообще легко, в зависимости от того, сколько вы рисовали, существуют вещи с натуры. Если развить глазомер, то у вас больше не будет вопроса, как это нарисовать. Наш глаз настолько уникален, что благодаря тому, что мы научимся считывать пропорции, мы без проблем сможем нарисовать и сложнейшую фарфоровую вазу с ручками, и голову человека, и фигуру, что угодно, даже не зная анатомию, если только вы развьете глазомер. Отвечая на вопрос, сколько нужно рисовать картинок, я вам отвечу так. Чем больше, тем лучше. И примерные цифры. В неделю нужно делать минимум 50 рисунков. Вы сейчас скажете, а, зачем так много, тогда я так быстро нацвуюсь. Нет, это как раз и есть та самая тренировка. Чем больше вы рисуете, тем точнее вы передадите то, что перед вами. Можно, конечно, мерить карандашиком, можно там измерять какими-то отрезочками, но у человека есть уникальная вещь. Глаза и глазами. С помощью него можно все. Ну что ж, вы услышали ряд, я надеюсь, полезной информации. А теперь все дело за вами. Вперед! Не забывайте подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии. Верьте себя и все получится. Субтитры сделал DimaTorzok